Однажды Рапунцель гуляла по лесу и увидела очень интересный цветок. Смотри, Клапси, я никогда раньше не видела такого красивого цветка. Клапси с любопытством спрыгнул с головы Рапунцель прямо на цветок и понюхал его. В этот момент цветок из розового превратился в черный. Он открыл рот и засосал Клапси. Клапси, нет! Нет! Рапунцель пыталась удержать Клапси, но у нее ничего не вышло. Когда она вытащила цветок со стеблем, она увидела, что цветок шел из трубы, проходящей под землей. Что это за труба? Куда унесло Клапси? Рапунцель направилась в лес. Следуя за трубой, Рапунцель направилась в лес. Злая ведьма Камилла с радостью наблюдала за тем, что происходило в своем волшебном шаре. Ха-ха-ха-ха! Вот оно! Скоро лучший друг Рапунцель будет в меня в руках! Камилла стояла перед планом своего волшебного лабиринта. Она наблюдала за тем, как Клапси по запутанной трубе двигался к ее башне. Когда Рапунцель придет, чтобы спасти своего друга, мы отрежем ее волосы и бросим в этот котел метелка. Наконец, труба перед Камиллой завибрировала. Камилла держала раскрытые ладони у трубы и через мгновение Клапси упал прямо ей в руки. Помогите! Отпусти меня ты, злобная ведьма! Отпусти меня! Камилла тут же положила Клапси в волшебную стеклянную коробку. Эта коробка была звуконепроницаемой, поэтому никто не мог услышать Клапси. И Клапси тоже не слышал ни звука. А Рапунцель целый день шла, чтобы найти Клапси. Ох! Ну где же конец этой дороги? Где заканчивается эта труба? Она хотела присесть на камень, чтобы отдохнуть. И тут, сквозь деревья, она увидела, что пришла к башне Камиллы. Это башня? О, нет! Должно быть, мы попались в ловушку злой ведьмы Камиллы! Рапунцель быстро выкопала трубу из земли и разъединила ее. Другой конец этой трубы ведет в дом Камиллы. Рапунцель вынула из кармана пять семян плюща и бросила их в трубу. Чтобы семена быстрее проросли, Рапунцель налила туда живой воды. От воды семена стали быстро расти в трубе. Камила, которая строила вероломные планы в своей башне, не знала о плюще. Когда я украду волосы Рапунцель, ей больше не понадобится заколка, как ты. Правда же, метла? Пока Камила злила Клапси, из трубы лабиринта послышали странные звуки. Услышав звук, метла сразу же попыталась предупредить Камиллу. Но ведьма не обращала на метлу никакого внимания. Но моя леди, этот звук очень-очень страшный. Плохие вещи случатся, очень плохие. Метелка, метелочка, моя трусливая метла. Звук, который ты слышишь, может быть только моим прекрасным смехом. В тот самый момент длинные побеги плюща стали появляться из трубы в башне Камиллы. Камила не могла поверить своим глазам, когда увидела плющ. Побеги становились все более длинными и густыми так быстро, что вскоре заполнили собой всю комнату. Камила попыталась вскочить на метлу и улететь, но стебли быстро поймали ее. А-а-а! На помощь! Я не могу избавиться от этого плюща! А-а-а! Отпусти меня! Рапунцель издалека наблюдала за башней. И видела, как стебли плюща из лабиринта свисали из окна башни. У меня получилось! Должна быть внутри башня полностью покрыта плющом! Теперь я могу спасти мою Клапси! Рапунцель подбежала к покрытой плющом башне и забросила свои длинные золотые волосы, словно веревку, в окно. Затем по своим волосам она взобралась наверх. Связанная плющом Камила увидела Рапунцель. Она все поняла. Рапунцель! Пожалуйста, спаси меня от плюща! Я обещаю, я не трону твои волосы! Я не верю тебе, Камила. Ты совершила большое зло, похитив моего друга Клапси. Но тебе не удастся разлучить настоящих друзей. В это время Клапси из стеклянной коробки звала Рапунцель, но ее голос не было слышно. Рапунцель огляделась, но не могла найти свою Клапси. Клапси! 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 Ты где? Я не могу найти тебя! Рапунцель бросила свои волосы в гущу плюща. Ее длинные золотые волосы блуждали по плющу и, наконец, нашли Клапси. Но Рапунцель не могла понять, как открыть эту волшебную стеклянную коробку. А в это время злая ведьма Камилла смогла освободиться от плюща, благодаря своим волшебным ножницам. Когда она уже собиралась украдкой отрезать волосы Рапунцель, плющ схватил ее в этот раз даже еще сильнее. А? А? Что происходит? Отпусти меня! А? А? У меня опять не получилось! Рапунцель, однажды твои золотые волосы станут моими! Ха-ха-ха! Рапунцель и Клапси наконец освободились из покрытой плющом башни злой ведьмы Камиллы, благодаря сильным волосам Рапунцель. Однако Клапси был все еще заперт в стеклянной коробке. Рапунцель быстро прибежала на то место, где был черный цветок. В этот раз, когда подошла Рапунцель, цветок стал розовым. Смотри, Клапси, цветок снова стал собой с тех пор, как избавился от трубы. Может, он поможет нам сейчас? Рапунцель подошла к цветку с Клапси в стеклянной коробке. В этот момент розовый свет заполнил все вокруг. От света, исходящего из цветка, стеклянная коробка растаяла. И Клапси освободился из ловушки. О, ура! Я спасена! Ха-ха-ха! Спасибо, Рапунцель! Спасибо! Ха-ха-ха! Когда цветок освободился от злого проклятия, он осветил ярким светом двух верных друзей. В тот день Рапунцель и Клапси поняли, что дружба, основанная на любви, может преодолеть любое зло. Рапунцель и гигантское яйцо с сюрпризом Давным-давно в далекой-далекой стране жила длинноволосая принцесса по имени Рапунцель. Как-то раз она отправилась на прогулку в лес и не увидела там ни одной птицы на ветвях, ни одного зайца в кустах, ни газели у озера, ни льва, ни тигра. Как будто бы все животные вымерли. Я никогда раньше не видела леса таким пустым, Клапси. Рапунцель, я тоже. Смотри, даже бананы все до единого висят на своих местах. Обезьяны не съели их. Внезапно с неба прямо перед Рапунцель упало гигантское яйцо. Ага, что происходит? Что это такое? Это же огромное яйцо? Рапунцель и ее подруга Клэпси подошли поближе к гигантскому яйцу и присмотрелись. Им было очень любопытно, кто находится внутри, а яйцо начало двигаться из стороны в сторону. Рапунцель подумала, что если держать гигантское яйцо в тепле, то из него обязательно кто-нибудь вылупится и обернула его своими длинными волосами. Но гигантское яйцо внезапно отпрыгнуло в сторону. Рапунцель очень удивилась, но решила не отставать и пошла за ним. Внутри яйца определенно кто-то есть, Клэпси, иначе оно не могло бы так шевелиться. Рапунцель подошла к гигантскому яйцу, бросила на него свои золотистые длинные волосы и укутала. Огромное яйцо становилось все горячее и горячее, и, наконец-то, на нем появились трещины. Вдруг оттуда выскочил огромный слон, медведь и лошадь. А как слон, медведь и лошадь могли оказаться в яйце? Смотри, Рапунцель, еще одно яйцо. Еще одно большое яйцо выкатилось из треснувшей скорлупы. Оно качнулось влево и вправо и тоже отпрыгнуло дальше. Рапунцель бросилась его догонять. Вскоре и это яйцо треснуло. И из него выскочили лев с длинной мохнатой гривой, полосатый тигр и черное, как смоль-пума. О нет! Это же все животные, которые живут в лесу! Должно быть, тут замешана какая-то злая сила. Но тут появилось еще одно яйцо. Оно качнулось в разные стороны, как и другие, и отпрыгнуло, на этот раз, на берег лесного озера. Рапунцель бросилась следом, чтобы помочь. Из треснувшего яйца выскочили крокодил и две утки. Все потерянные обитатели леса в яйцах! Клэпси! Тем временем очередное яйцо качнулось в разные стороны и попрыгало вперед. Рапунцель снова побежала за ним и коснулась его своими теплыми руками. Яйцо согрелось, раскололось и треснуло. Из него выскочили обезьяна, белка и кролик. И, конечно, вместе с ними появилось еще одно яйцо. Это яйцо тоже качнулось влево и вправо и запрыгнуло на ветку дерева. Рапунцель подняла свои длинные волосы и бросила их на ветви, чтобы согреть яйцо. На этот раз из маленького яйца, которое треснуло прямо на дереве, выпаркнули все виды птиц. Посмотри на это, Рапунцель! Даже птицы оказались в ловушке внутри яйца. На самой макушке дерева осталось только крошечное яичко. Оно было настолько махоньким, что не удержалось и упало на землю. Яйцо полетело и вот-вот бы разбилось, но Рапунцель поймала его в воздухе. О, мы спасли его! Давай согреем тебе яичко, посмотрим, кто из тебя вылупится на этот раз. В руках Рапунцель яйцо треснуло, и из него выскочили гусеница, муравей и саранча. Очередное, совсем уже миниатюрное яйцо из яйца Рапунцель поднесла губам, чтобы согреть его своим дыханием. Яйцо становилось все теплее и теплее, и, наконец, тоже растрескалось. Рапунцель ждала, что из него кто-то появится, но никакие животные или насекомые не выходили. Хм, это все? Я думаю, из этого яйца ничего не выйдет. И вдруг из последнего яйца вылетела крохотная, как муха, злая ведьма Камила. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи Камила сумела пробраться сквозь ее волосы. «Сейчас я налью сюда свое волшебное зелье, и все будет кончено!» Как раз в тот момент, когда Камила собиралась налить зелье, Клэпси бросилась и поймала ее. Затем она вытащила ведьму из волос Рапунцель и отшвырнула подальше. Но даже это не остановило злодейку. «Ты не можешь убежать от меня, Рапунцель!» С помощью специального заклинания она сразу же вернулась. «Беги, Рапунцель, беги!» Рапунцель пыталась убежать от ведьмы изо всех сил, Но та преследовала ее верхом на метле. «Привет, привет, дорогая! Отдай мне свои золотые волосы, Рапунцель!» Рапунцель бежала так быстро, что потеряла равновесие и упала на землю. Камила уже настигала и хотела было схватить ее, Но вдруг, откуда ни возьмись, на нее налегла огромная тень. «Д...др...драк...дракон?» Когда ведьма Камила увидела такое количество диких животных, Преграждающих ей путь, Она села на свою метлу и в страхе унеслась прочь. Лучшие друзья Рапунцель и лесные звери, Которых она спасла из заточения в гигантском яйце, Обещали защищать ее всегда и что бы ни случилось. А добрая принцесса и без того всегда оберегала жизнь цветов, Насекомых, деревьев, животных и людей. Продолжение следует...